Продолжение ранее обозначенного нами вопроса о возможности описания состояния гидростатического равновесия или равновесия жидкости. К некой системе трехуравнений, означающих равенство правительства воздействующей силы градиентом давления по направлениям соответствующих осей координат. Таким образом, если мы рассматриваем обобщен трехмерную задачу, когда на произвольный элемент тока жидкости массы ДМ действует некая сила с неравными нулю проекциями на соответствующие оси координат, то аналогичным свойствам будут обладать и массовые плотности этих сил, имеющие размерность ускорения отдельных элементов тока жидкости, то есть отношение ДФ по ДМ, которое можно определить как от единицы на РО, перемноженное на ДФ по ДВ, то есть отношение объемных плотностей сил к плотности жидкости, то в наиболее общем случае неравные нулю отдельные компоненты воздействующие на жидкость внешней силы будут означать неравенство нулю компонента ускорения элемента тока жидкости, а соответственно неравенство нулю ее массовых плотностей, которые сравнены с компонентами ускорения. Это в самом общем случае, когда жидкость двигается по трубопроводу определенной формы трехмерного пространства под воздействием произвольных внешних сил заданной природой. Если же жидкость находится в состоянии равновесия, то тогда разница только в том, что эти проекции сил приравниваются к соответствующим градиентам давления, отнесенным к плотности жидкости, и имеют размерность соответствующего ускорения метра на секунду в квадрате, что равносильно ньютон на килограмм. То есть по идее данная методика, она ориентирована на отождествление понятия движения жидкости с понятием движения или соответственно равновесия элемента ее тока. И в состоянии равновесия, аналогичный принципу Даламбера, но только для элемента тока мы осоздаем, мы приравниваем соответствующие компоненты ускорения жидкости к величинам градиентам давления, отнесенного к плотности. Если рассматривать вопрос об расчете давления жидкости в состоянии покоя, когда внешняя воздействующая сила строго определена, например, это сила тяжести, которая действует на некий цилиндрический вертикальный сосуд, заполненный равновесной жидкостью, при наличии внешнего давления, допустим, то в этом случае проекция внешних воздействующих сил, равных по идее силе тяжести, она будет равна только Z проекции. Y и X компоненты силы равны нулю, аналогично плотности по массе этих сил, тоже равны нулю, соответственно, ускорение по осям Y и Z равны нулю. В этом случае задача становится одномерной, ориентированной по оси Z. Таким образом, направление сечения статической жидкости перпендикулярно к направлению оси OZ, а воздействие внешней силы, соответственно, вертикально вниз, то есть против оси OZ. В таком случае в этой геометрической модели массовая плотность Z компоненты внешней силы, отнесенной к элементу тока жидкости, в данном случае покойщейся жидкости, просто к элементу жидкости, будет равна минус модулю ускорения свободного падения, как мы видим вот здесь, вот в этой системе уравнений. Далее решение этой системы уравнений при заданном значении минус Z равно минус G, мы можем определить, в итоге приравняв данную компоненту Z к градиенту давления по оси OZ, разделенному на плотность, вот как в этом уравнении, мы тем самым можем получить известную формулу для гидростатического давления, которая записана вот здесь. Где величина давления на данный слой жидкости, определяется суммой атмосферного давления, в данном случае по ноль, то есть давление внешней среды, и избыточного давления, определяемого прямо пропорционально уровню данного слоя жидкости, равного разности координат верхнего слоя и основания. По идее, высота жидкости минус фиксированная точка. Таким образом, можно считать данный плод раздавляться законченным. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...